Максимум дорожно-ремонтных сил брошено сейчас на Чулман, чтобы сократить сроки его капитальной реконструкции. Однако сегодня спецтехника была замечена и на проспекте Вахитова. Там помимо строительства перекрестка на пересечении с улицы 40 лет Победы должны появиться новые развязки. Как это повлияет на схему движения по одной из крупнейших городских магистралей, расскажет Яна Ушакова. Сейчас, чтобы попасть с проспекта Вахитова на Мира, обустроено только два съезда, то есть по одному в каждом направлении. Чтобы сократить время в пути, находчивые челнинцы двигаются через дворы. Однако в скором времени эта проблема частично разрешится. Строители уже выкопали котлован, на месте которого в дальнейшем появится новый дорожный разворот, благодаря которому челнинцы смогут легко и быстро попасть на проспект Мира, минуя объезды. С 7 до 8 здесь больно заторы образуются. А если бы сделать разворот, на самом деле не обязательно было бы ехать почти до первой дороги, поэтому обязательно нужен, мы считаем. Удобно же, наоборот хорошо. Ближе ездить, мотаться дальше не надо. Взял, развернулся здесь быстренько и ты уже, можно сказать, там на Сюмяке. Основная цель строительства данных разворотов – это снижение количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности дорог, но также и разгрузить развороты, которые находятся на проспекте Мира. Похожий разворот появился в нашем городе в июне прошлого года на проспекте Хасана Туфана. Теперь подобную организацию дорожного движения планируют оборудовать и на Вахитово. Так автомобилистам получится максимально эффективно использовать данный проезд. Тут вообще разворота же нет, это надо аж в конец ехать. А так удобно будет, да? Когда по проспекту едешь, приходится аж до Сюмяке почти доезжать. А так очень удобно будет. Любой разворот – это уже улучшение транспортного обстановки. Потому что в Вахитово у нас вообще закрыли развороты. К слову, это обновление на проспекте Вахитово не единственное. В скором времени на пересечении с улицы 40 лет Победы начнет работать регулируемый перекресток, который также поможет разгрузить транспортный поток на одной из основных магистралей города. Януша Ковальнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.